Россия ввела санкции против Германии и Франции. Связано это с отравлением Навального. Просто Германия и Франция вмешались в отравление Навального, не дали ему телепортироваться в рай, как было задумано. И, конечно же, это удар в спину. Теперь французы и немцы не смогут приехать отдохнуть к нам в Крым, не смогут хранить свои сбережения в нашем Сбербанке. Также им запретили носить наши лапти и ходить в наши деревянные сортиры. Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора нищеты 90-х годов. Отрыжка Болотной площади. Что никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. И сейчас, когда на чашу весов поставлено либо пармезан и устрицы, либо сильное государство, которым мы можем гордиться, как можно выбирать вообще между одним и другим? Мы все в этой студии патриоты. Все. То, что мы сейчас сказали, что мы все не боимся, это, конечно, хорошо, но не надо храбриться. Надо признать, что каждый сейчас из нас, мы посмотрим друг другу в глаза, мы боимся. Но это тот страх, который в свое время остановил Гитлера, Наполеона и прочих наших друзей и товарищей из Европы. Возможно, будет тяжело. Я готова, что, возможно, придется есть хлеб и пить воду. Но я точно знаю, что как бы тяжело не было, ни я, ни моя семья на Болотную площадь не выйдем. Сами санкции – это показатель силы нашей страны. Вкладывать нужно в Россию, в русских людей, те, которые здесь живут. Я готов прожить с высокими ценами. Мы должны пройти этот этап, и потом мы будем так высоко, что другие страны нас не тастили. Бабка, тащи бояру! Бабка! 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 Продолжение следует...